Открываемое, Словом Божьим, оно показывает то, чего нет. И чтобы это понять, эти ценности, к ним надо прийти. Их надо поднять, их надо усвоить, чтобы они растворились внутри вас в ценности, чтобы они стали вашей частью, частью вас. Вот тогда вы узнаете их истинную ценность. Но до этого не узнаете. До этого будете только представлять, пробовать. Но узнать не сможете, пока не достигнете нужного уровня. А если истина призвана открывать все ваши слабости, так это естественно напугает вас. Вам же надо будет смело увидеть себя, какими вы есть. А это не хочется. Или если поначалу хочется, какое-то вдохновение, какая-то окрыленность, а потом начал заглядывать внутрь. А не хочется дальше смотреть. Хочется просто сказать, не знаю, хорошее. Это все вокруг негодяи. Так, так, позиция интересная, приятная, удобная. Вот вы и пугаете друг друга до сих пор. Вроде бы говорили о добре, о умении терпеть, умении принимать все правильно. Постоянно вы ссоритесь, постоянно ругаетесь, постоянно приходите с собраний. Какие-то вы на арене где-то там, на ристалище у вас. Какие-то гладиаторские бои. Все вымотанные. Как вы так общаетесь? Интересно. Какие цели вы преследуете, если вы так мучаете друг друга? То есть нужно, чтобы кто-то из вас быстрее опомнился и начал первые делать правильные шаги. Показывая терпеливо пример. Вот это и ждем. А вы так друг друга заражаете на слабости и легко этим слабостям поддаетесь. Ну так вот, возвращаясь к вопросу. Если истинно призвано скрыть все ваши слабости и показать, какой великий труд, оказывается, надо сделать, то тогда не просто искать, мечтать о любви не захочется, так и жить не захочется. Оказывается, так много все надо менять. И все это волевым образом. Как так? Никогда воле никогда не прикладывал. Привык слушаться, поддаваться чувствам первым моментам, своих пожеланий, инстинктов. Отдавался этому. А тут на тебе, надо тормозить. Заставлять себя делать что-то другое. Оправдывать соседей. Так кто они такие, чтобы их оправдывать? И все, это скользкая колья. Держит вас. Поэтому и узнавая есть, но надо к этому серьезно и правильно нестись. Грамотно нестись. И еще добавить можно. Потому что, чтобы подойти к истине, вам требуется проходить определенные круги созревания. Чтобы, уже подойдя к этой истине, иметь хоть какую-то предрасположенность. Довериться ей. Хотя бы чуть-чуть. Это уже говорит о том, что уже можно начинать у вас затрагивать с этой стороны. Но это еще не значит, что всецело вы правильно ко всему отнесетесь. Но начинать уже, значит, можно. Если вы почувствуете какое-то доверие. Хотя бы немного. Но дальше начнется работа. Очень большая, очень сложная. А до этого созревания, если его не произошло, ни в коем случае истину нельзя навязывать. Ни в коем случае человек это не исполнит. И может даже сыграть негативную роль в его жизни. Это явление очень ответственное. Поэтому в основном вы все собрались, почувствовав доверие. В разной степени. Кто-то больше почувствовал, кто-то меньше. Это вас привело к свершению. А дальше вы начали брать ответственность. И в зависимости от того, насколько полно вы обретаете способность впитать в себя законы, Дух истины, настолько больше, сразу же включаются законы ответственности. И увеличивается объем работы и ноша, который ложится на ваши плечи. Моментально. Очень чутко. То есть окружающий мир, материя, он как прибор. Представьте, чуткий прибор, который мгновенно реагирует на изменяющиеся ваши духовные качества. Вам легче стало? Вам прибавляется ноша. Вам тяжелее ноша убирается. И вот вы колеблитесь. Чем больше вы опираетесь в молитве на Дух истины, вам легче будет. Но, соответственно, с этим вы тут же будете приобретать еще больше ношу. То есть механизм мир, материя включает в работу. Закон мир и материя не бывает в каком-то неизмененном состоянии, не пребывает. Там нет покоя. Там постоянно движение, постоянно работа. Чем больше у вас сил, тем больше вы включаетесь в какие-то, в большую активность изменяющих событий. Вы начинаете больше работать, от вас больше требуется. Меньше сил вы не включаетесь в эту большую работу. Вам дается в соответствии с вашим состоянием. Правильное понимание, что мужчина может быть любой. То есть со всеми недостатками, слабостями мы должны принимать их такими, какие они есть. А вот для женщины там шаг влево, шаг вправо уже все. То есть очень много слов о том, какая должна быть женщина и как она должна учиться принимать мужчину. Ну и что вас пугает? Если у вас столько много прекрасных ориентиров, как стать лучше. Или вы сравните, а почему мужчинам дается меньше? Почему они меньше спрашивают, какими им надо быть? Хочется быть равными с ними, да? Непонятно. Если вам столько дается женщинам больше, как это может вас пугать? Я думаю-то радостно, если что больше истин всего. Тем более я же даю, рассчитывая, надеясь, что вы хотите это принять. А не вы для чего спрашиваете. А то вы вопросы с ними ждете, я отвечаю, но, оказывается, у вас тут пугает. Вы недовольны. Почему так много условностей, каких-то запретов? Не пугайтесь. И не забудьте еще о том момент, который я успел уже упомянуть. Вы что-то хотите, но не всегда этого заслуживаете. И, может быть, хотите правильно, но вам нельзя это давать. Потому что есть что-то, над чем надо серьезно поработать. Поработайте, ну тогда из того материала, который есть, ну, будет выбран, конечно, так, экземпляр. Но этот экземпляр еще сам нуждается в работе очень большой. Ведь он же тоже должен заслуженное найти. Можно еще вопрос? Давно нам сказано, что объединяя финансы, создаются детские и медицинские фонды, а остальное на развитие ремесла. Вот если мы расслабимся, деньги тратятся на что угодно, только не на развитие. Дождемся ли мы от тебя строгого слова, чтобы не стрякнуть? Нет, 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 строгого. Вот-то все и дело. Вы вошли в то, во что должны были войти. Возвращаясь к тому, что не задолго до этого я уже упомянул. Вы должны узнать себя. Вы должны узнать, что надо менять в себе. Но для этого вы должны обязательно попасть в условия, которые помогут вам вскрыть это недостающее. То есть вы должны как бы так с новых позиций это все попробовать впитать. Вы хотите это употребить. И вы создаете сами условия, чтобы это употреблять. Ну вот теперь с позиции, когда уже вступив на этот путь, вы начнете это употреблять, и у вас несколько по-иному начнут развиваться события, которые помогут вам приобрести недостающую мудрость. Но вы ее должны приобрести, эту мудрость. Пока вы ее не приобретете, вы не увидите других. То есть вам трудно будет помочь. Вам надо пройти определенные эти круги адовые. Ну ничего, покушайте из разбитого. Главное, чтобы дух у вас был добрый. А там выживем. Все построим. Ну конечно, все зависит от того, чем быстрее вы прозрете, тем легче многие вещи у вас потом смогут быть сделаны вами. Вы больше удобства, больше интересного достигнете. До определенного времени надо успеть. Ну меньше успеть и больше трудностей будет. Ну ничего, если вы все-таки созреете и действительно создадите ту единую семью, о которой я уже достаточно много сказал, тогда вы выживете, тогда вы пройдете, и все будет сделано. С большими ли трудностями, но не важно, это уже. Спасибо.